Коллеги, еще раз здравствуйте. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов нашей профильной конференции за возможность коммуникации и презентации своих исследований. И свое сегодняшнее выступление я хотела бы посвятить рассмотрению семантики имен собственных философии языка Людвига Витгенштейна позднего периода творчества, уделив особое внимание параграфу 79 философских исследований, в котором Витгенштейн явным образом высказывается об именах собственных, используя в качестве примера имя Моисей. Варианты истолкования этого параграфа, как и в целом интерпретация теории имен Витгенштейна в аналитической философии, являются весьма разнообразными и в ряде случаев диаметрально противоположными. Так, например, одни исследователи считают, что Витгенштейн был сторонником дескриптивистского подхода, тогда как иные активно критикуют эту точку зрения, в то время как третьи вовсе предлагают считать, что Витгенштейн был сторонником теории прямой референции. Неоднозначность этого толкования демонстрирует проблематичность реконструкции позиции Витгенштейна в отношении семантики имен собственных, что делает актуальным продолжение исследований в рамках данной тематики. Сегодняшнее свое выступление я хотела бы ограничить анализом интерпретации позднего Витгенштейна как скрытого дескриптивиста и критической оценкой убедительности такой интерпретации. В 70-х годах прошлого века философские исследования почти повсеместно трактовались как вариант улучшенной теории значения имен, которая наследует дескриптивный подход Фрегги и Расселу и предвосхищает кластерную теорию имен, предложенную Сёрлом. Здесь, на мой взгляд, следует сказать несколько общих слов о самом дескриптивизме. Вслед за карми я предлагаю различать сильную версию дескриптивизма, восходящую к Фрегге и Расселу, согласно ней имя это сокращенная дескрипция или конъюнция дескрипции. От слабой версии, восходящей к работе Prober Names Сёрла, согласно которой с именем связывается комплексная дескрипция дескрипции, то есть кластер дескрипции. Если говорить в целом, то при дескриптивном подходе предполагается, что имя обозначает объект не напрямую, а посредством указания некоторого уникального свойства, либо комплекса характеристик, которые помогают нам выделить среди множества объектов тот самый, который и именуется данным именем. Так, например, имя Аристотель может трактоваться как скрытая дескрипция ученик Платона, либо как дескрипция учитель Александра, или, например, автор категорий, либо вовсе как кластер подобных дескрипций, в котором будут учитываться все вышеупомянутые. Альтернативный подход к вопросу референции имен собственных представлен в теории прямой референции, согласно которой имена сунки, ярлыки, предметы. В ней, используя терминологию крепкий, имя понимается как жесткий десигнатор, прямо и строго указывающий на один и тот же объект в любой фактической и контрфактической ситуации. Имена непосредственно указывают на означаемые имя предметы и не дают, не заключают в себе никаких признаков, которые принадлежали бы этим отдельным предметам. Иначе говоря, имена не являются коннотативными терминами, и процесс определения референта не зависит от того, обладает ли предмет какими-либо свойствами или нет. В качестве доказательства того, что Витгенштейн придерживался дескриптивной теории значения имен, обычно приводится как раз в 79-й параграф философских исследований. В этом параграфе Витгенштейн рассуждает о том, что предложение Моисея не существовало, может означать различные вещи. Например, что у израильтян не было единоличного вождя, либо что когда они покидали Египет, их вождя звали не Моисей, или что вовсе не было никого, кто совершил все то, что Библия приписывает Моисею. Деджон пишет о том, что следуя Расселу, мы можем определить имя Моисей в негативном эксенциальном предложении посредством различных дискрипций. Например, таких как человек, который провел израильтян через пустыню, человек, который жил в то время и в той местности, звался Моисеем, или человек, которого младенцем вытащила из Нила дочь фараона и так далее. Однако можно задаться вопросом, всегда ли можно заменить имя собственное одной из таких дискрипций, когда некто утверждает что-либо о Моисее. Эгенштейн считает, что в этом случае речь должна идти не о замене имени какой-то определенной дискрипции, связанной с Моисеем. Скорее под Моисеем будет подразумеваться человек, который совершил все то, что Библия приписывает Моисею, или, по крайней мере, многое из этого. При этом состав всех этих характеристик может не являться однозначным и окончательно определенным. То есть, если внезапно выяснится, что какая-то из конкретных дискрипций в отношении Моисея ложна, например, что он не был спасен служанкой фараона из Нила, то мы можем опираться на остальные дискрипции и с помощью этого осуществлять успешную референцию непосредственно к объекту, обозначенному именем Моисей. Таким образом оказывается возможным употребление некоторого имени без фиксированного значения. На основании исключительно этого фрагмента действительно легко можно истолковать подход Витгенштейна именно в дискриптивистском ключе. Собственно, так поступает Питер Гич, который полагает, что Витгенштейн был скрытым дискриптивистом в отношении имен собственных, как Рассел, Фрегги, и он сам в молодости, и что Витгенштейн оставался неизменным скрытым дискриптивистом до самой своей смерти. При этом Гич отмечает, что важное значение имеет то, что является новым для скрытого дискриптивизма, представленного в философских исследованиях, а именно отвержение идеи о том, что для использования слова должны существовать жесткие критерии. К дискриптивистскому подходу интерпретации теории Витгенштейна также присоединяются Шварц и Даммит. Даммит называет подход Витгенштейна к именам собственным модификацией теории Фрегги, а Шварц пишет о том, что идея семейного сходства аналогична кластерному подходу к именам. Он пишет, имея в виду теорию Сёрла, что согласно одной из современных версий дескриптивной теории референции, существует не конъюнция свойств, связанных с каждым термином, а кластер свойств, связанных с ними. Позиция Витгенштейна о том, что среди индивидуумов в экстенционале многих обычных терминов существует только семейное сходство, может быть истолкована как версия кластерной теории имен. Если же говорить о истоках этого подхода, то ключевым примером подобной интерпретации является работа именования необходимость Солла Крипки, в которой идея Витгенштейна впервые явным образом понимается как разновидность подхода Сёрла. Сперва Крипки показывает, что сильная версия дескриптивизма является ошибочной. Например, предположим, что мы интерпретируем имя Аристотель как сокращенную дескрипцию учителя Александра Македонского. Тогда, если в результате некоторого исторического открытия вдруг выяснится, что Аристотель не являлся учителем Александра Македонского, то нам следует заключить, что Аристотель не был Аристотелем. Однако в реальной языковой практике этого не происходит. Мы можем узнать, что дескрипция, связанная с именем, оказалась ложной в отношении именуемого объекта, но при этом продолжать использовать имя для обозначения того же самого объекта. Крипки считает, что слабая теория дескриптивизма избегает данной трудности, хотя в целом он также считает ее неверной. Он пишет, что самый распространенный способ выйти из этого затруднения – это сказать, что на самом деле то, что мы не можем заменить имя определенной дескрипцией, не является недостатком обыденного языка, это нормально. Что мы действительно связываем с именем, так это семейство дескрипций. Хороший пример этого есть в философских исследованиях, где вводится идея семейного сходства. В качестве этого примера он в дальнейшем цитирует как раз этот самый 79-й параграф. И одновременно с этим говорит, что классический вариант слабой теории дескриптивизма представлен в статье Серла Пропернеймс. Я здесь только кратко обозначу, что Серл считал, что имена – это крючки или колышки, на которые можно навесить дескрипции. При использовании имени, как правило, не утверждаются и не конкретизируются какие-то характеристики обозначаемого объекта. Тем не менее, предполагается, что ряд уникальных описаний является истинным относительно него. И Серл и Витгенштейн с точки зрения Крипки полагают, что референт имени определяется не одной дескрипцией, а некоторым кластером или семейством дескрипций. Тот объект, который соответствует достаточной или большей части этого кластера семейства, и является референтом имени. Таким образом, я сделаю еще раз на этом акцент, Витгенштейн рассматривается просто как предлагающий ценные улучшения теории Фрегги Рассела и предваряющий, по сути, модификацию, которую принято связывать с Серлом. Собственно, взятый в отдельности, этот параграф действительно может рассматриваться как дескриптивистская теория значения. Однако, если мы примем во внимание контекст этого параграфа и ряд других высказываний в философских исследованиях, то подобная интерпретация будет выглядеть менее убедительной. Капио показывает, что Капио называет эту интерпретацию атрибуцией Витгенштейна в кластерной теории имен. И опираясь на его работе и ряде других исследований, я хотела бы привести ряд аргументов, показывающих, что эта атрибуция является ошибочной. Во-первых, эта атрибуция начинает выглядеть несколько странной, если учитывать, что чуть ранее в 38-м параграфе Витгенштейн крайне критически оценивает идею Рассела о том, что единственным подлинным именем, непосредственно и прямо указывающим на некий объект, является указательное местоимение «это». Витгенштейн пишет, что эта причудовая точка зрения возникла и стремления сублимировать логику нашего языка. Представляется маловероятным, что Витгенштейн полностью отрицает часть Расселовской теории касательно того, что местоимение «это» является подлинным именем, однако при этом решает развивать его теорию имен собственных как скрытых дескрипций. Кроме того, дескриптивистская интерпретация теории имен Витгенштейна не соответствует тому, что он пишет об именах в некоторых других местах философских исследований. Например, в 15-м параграфе он вводит имена собственные без какого-либо аппарата, идентифицирующих дескрипций. Он пишет, что для философии часто оказывается полезным говорить себе именование чего-либо схоже с наклеиванием ирлыка. Это высказывание, как мы видим, написано вполне в духе теории прямой референции. Также в философских исследованиях есть высказывание о том, что имя определяется посредством демонстративного выражения. Это есть N, 38-й параграф, и что значение имени порой объясняется указанием на его носителя. Все это не соответствует дескриптивному подходу к именам собственных. Более того, Капио показывает, что вигенштейновская концепция семейного сходства в принципе несовместима с кластерной теорией значения единичных терминов. Собственно, Вигенштейн вводит понятие семейного сходства в отношении общих терминов, тогда как кластерная теория имен это теория значения конкретных имен собственных, таких как Моисей. Крипкий ошибается, когда в качестве хорошего примера семейного сходства приводит параграф 79, поскольку сама эта идея на самом деле вводится ранее в параграфе 67 как промежуточный результат рассуждения о понятии игра. Капио показывает, что здесь у нас по сути есть два уровня, которые явно не аналогичны. Согласно этому рисунку предполагается, что дескрипции, такие как освободители израильтян, брата Аарона, относятся к конкретному имени Моисей таким же образом, как конкретные игры относятся к общему понятию игра. Однако суть кластерной теории имен заключается в том, что мы можем отказаться от любой конкретной дескрипции в кластере, при этом сохранив именование объекта данным именем. Например, мы можем обнаружить ложность некой дескрипции в отношении Моисея, но продолжить его так именовать. Однако можем ли мы аналогичным образом обнаружить, что, например, бейсбол не является игрой? Какой подобный факт может стать причиной такого решения? Сложно представить, что это возможно, и, следовательно, данная аналогия не работает. Можно предположить и несколько иную конструкцию, интерпретирующую концепцию семейного сходства как аналогию кластерной теории имен. На этом рисунке мы видим, что предлагается кандидат на подходящий аналог к дескрипциям, которые сопровождают имя. Это правила, которые поддерживают игру. Как правило, допустим, теннис или бейсбол или шахмат не определяют все аспекты игры, так и дескрипции не определяют все аспекты использования конкретного имени. И это, казалось бы, прекрасно объясняет, почему Вильгенштейн говорит о том, что я употребляю имя N без фиксированного значения. Однако такое сравнение также является некорректным. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Представим двух человек, которые сидят за шахматной доской. Черные перемещают фигуры случайным образом, соблюдая исключительно правила ортогонального хода лазьи. Белые двигают все фигуры случайным образом, но с другим исключением. Они соблюдают правила диагонального хода слона. Безусловно, все это действие нельзя назвать шахматами. Между тем, аналогичная ситуация вполне допускается кластерной теории имен, поскольку в ней предполагается, что два разных говорящих могут общаться, ссылаться на один и тот же объект N, используя имя N, если они ассоциируют с ним некоторое достаточное количество дескрипций соответствующего семейства. Важным моментом здесь является то, что эти дескрипции могут быть непересекающимися для разных говорящих, как правило, игры в шахматах для наших шахматистов. Привязка к непересекающимся наборам членов семьи позволяет двум говорящим общаться и, в принципе, совершать успешную референцию к объекту. Этот пример разрушает аналогию между правилами и дескрипциями, поскольку если бы аналогия была верна, то мы должны были бы сказать, что наши противники действительно играют в шахматы друг с другом. Иначе говоря, мы можем выяснить, что какая-то дескрипция ложна, при этом референция будет осуществляться успешной. В отношении игры мы не можем отказаться от каких-то правил и продолжать играть в ту же самую игру. Это уже будет нечто иное. Тем самым Капио демонстрирует, что различные способы реализации идеи о том, что кластерные понятия существенно похожи на понятие семейного сходства, оказываются несостоятельными. Подобным образом рассуждает и Дэвид Борсома. Он говорит о том, что позиция Витгенштейна действительно может быть истолкована как версия теории кластеров, но только при неправильном понимании и ложном представлении его взглядов. Собственно, если мы читаем дневники Витгенштейна, то в них он зачастую с опаской говорит о том, что его идеи нередко понимаются превратно. Витгенштейн ввел понятие семейного сходства, чтобы показать, что ошибочно настаивать на наличии какого-то существенного свойства различных объектов, в силу которого мы используем одно и то же слово для них всех. Более того, как отмечает Борсома, если кластерная теория утверждает, что кластер, взятый в целом, определяет экстенсионал термина, то очевидно, что эта точка зрения не соответствует подходу Витгенштейна. Основная причина этого заключается в том, что согласно Витгенштейну нет смысла говорить о кластере, взятом в целом, поскольку слова, по крайней мере, некоторые из них не закрыты границей, они имеют открытую текстуру. Этот пункт вызывает наибольшее расхождение между взглядами Витгенштейна и Сёрла. Если Сёрл признавал смысл и полезность разговора о логической сумме или комплексном дезинтимном наборе дезкрипции, связанных с именем, то Витгенштейн этого не делал. Именно поэтому, как мы видели, он говорит об отсутствии какого-либо фиксированного значения имени. Таким образом, мы видим, что дезкриптивистская интерпретация теории имен Витгенштейна сталкивается с рядом трудностей и основывается на неправомерных аналогиях с кластерной теорией Сёрла. И Карни, и Борсима, и Капио отмечают, что крипкевская атрибуция кластерной теории имен Витгенштейна была необоснованной, она прочно закрепировалась в литературе, однако, вероятно, была поспешной. Более того, каждый из авторов упоминает тот факт, что Витгенштейн и крипки в определенных теоретических рассуждениях относительно имен собственных оказываются напротив солидарны друг с другом. В частности, и крипки, и Витгенштейн подчеркивают социальный характер, значение. Однако это является уже темой дальнейших исследований. Собственно, поскольку это первое мое публичное выступление по данной теме, я буду очень благодарна за вопросы, комментарии, обсуждения, и благодарю всех за внимание. Спасибо большое за доклад. Коллеги, есть ли вопросы? Спасибо.